Здравствуйте, дорогие коллеги! С вами снова канал выставки «Росмолт» и новая лекция Владимира Григорьевича Довидзона. Но прежде чем приступить, я напоминаю, что у нас есть телеграм-канал, где вы можете отслеживать новости обеих выставок и «Росмолт», и «Роспласт». Однако я напоминаю, что тематика выставки «Роспласт» отделилась на новый канал. То есть, если вас интересует исключительно раздел выставки «Роспласт» и «Индустрия пластмасс», или в том числе интересует, то, пожалуйста, подписывайтесь на наш новый канал «Роспласт». Ссылка будет в описании. Здесь же на канале «Росмолт» мы продолжаем рассказывать про штампы, пресс-формы, литьевое производство, аддитивные технологии. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш канал и ставить лайки, если вам понравилось видео. Прежде всего, вы этим поддерживаете наших спикеров. Я снова представляю нашего гостя, нашего лектора, я бы даже сказала, Владимира Григорьевича Довидзона, руководителя направления по обработке полимерных материалов компании EFAB Universal. Добрый день. Здравствуйте. Это уже далеко не первая лекция. Предыдущие вы можете посмотреть также по ссылкам в описании. В плейлистах, плейлисте, пресс-формы, штампы. Либо вот сейчас где-то должны потихоньку появляться подсказки. Поэтому, пожалуйста, если вы пропустили предыдущие, вы всегда можете их увидеть на нашем канале. Владимир Григорьевич, о чем мы сегодня поговорим? Сегодня мы поговорим об проблемах при эксплуатации литьевых форм и конструировании литьевых форм, если они с горячоканальными литниковыми системами. То есть это такой, можно сказать, тренд развития пресс-формостроения и технологии литья довольно уже активно используется в нашей стране. Все равно остались темные неосвещенные точки. Я имею в виду не в том смысле, что про это неизвестно, а в том смысле, что опыт применения уже этих форм на производстве говорит о том, что не всегда знают и понимают особенности, которые связаны именно с горячоканальными литниковыми системами. И технологи, и операторы, но зачастую и конструктора форм. Поэтому хотелось уделить именно внимание на проблематику, а не на конструирование каких-то конкретных элементов. Хорошо, давайте начнем. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы поговорим о преимуществах и недостатках горячоканальных литниковых систем литьевых форм. Сам процесс литья под давлением, процесс изготовления изделий из термопластичных полимерных материалов, он включает в себя оборудование термопласт-автомат, материал термопластичный полимерный материал и технологическую оснастку литьевую форму. Гранулы полимерного материала в материальном цириндре термопласт-автоматы из твердого состояния переходят в расплав, попадают в форму, остывают, и после излечения мы получаем изделие. Технологическое оборудование – это литьевая машина или термопласт-автомат, где гранулы превращаются в расплав, который под высоким давлением дозированно попадает в литьевую форму. Термопластичный полимерный материал, который мы используем в этом процессе, это большая номенклатура. Материалы делятся на аморфные и поликристаллические, а также по своим свойствам на стандартные или массовые пластики, инженерные полимерные материалы или конструкционные материалы, и высокотемпературные пластики или же суперконструкционные материалы. Соответственно, литьевая форма – это технологическая оснастка, в которой расплав полимерного материала поступает из термопласт-автомата, заполняет формующую полость, охлаждается, уплотняется, принимает геометрию формообразующей поверхности, после остывания превращается в отливку, отливка извлекается из формы, и после отделения от литников мы получаем изделие. Какие требования мы предъявляем к литьевой форме? Она должна нам давать возможность выполнить программу производства изделий. Изделия должны отвечать требованиям по качеству. При этом литьевая форма должна обеспечивать себестоимость изготовления изделия в литьевом производстве, а также отличаться надежностью в работе, трудоемкостью ремонта и межремонтной пробегии. Функциональная структура литьевой формы – пакет плит, система формообразующих деталей, литниковая система, о которой сегодня будем говорить, система охлаждения, система выталкивания и система центрирования. Назначение литниковой системы – транспорт, расплава, полимерного материала, от соплат термокласса автомата к формующей полости, заполнить расплавом эту формующую полость и обеспечить выдержку под давлением или подпитку расплавом вашего отливки. Соответственно, вот эти стадии процесса литья мы видим на этом графике. Впрыск, уплотнение, выдержка под давлением и охлаждение. За впрыск, уплотнение и выдержку под давлением отвечает литниковая система литьевой формы. Соответственно, время цикла литья состоит из времени технологического и времени механического. Технологическое время – это время впрыска расплава в форму, время выдержки под давлением и время охлаждения. Литниковая система влияет на все три эти составляющие. Требования к литниковой системе отсюда вытекают из вышесказанного. При впрыске литниковая система должна обеспечить минимальные потери давления и температуру расплава. Провести балансировку подачи расплава в гнездо, то есть во все гнезда. Расплав должен прийти при той же самой температуре и том же самом давлении. И обеспечить заданную скорость впрыска расплава. Что касается непосредственно самих отливаемых изделий, то литниковая система должна обеспечить минимальные следы на изделия от самых литников и от после постобработки при отделении литников. А также отвечать за определенную трудоемкость изготовления в норму часа, быть ремонтопригодным и стремиться к минимуму затрат на постобработку отделения, хранения и вторичную переработку литников. А также литниковая система в зависимости от ее конструкции может влиять на время цикла. Поэтому при ее конструировании мы должны стремиться к сокращению времени цикла. Типы литниковых систем. Литниковая система бывает полностью холодноканальная, когда все литники вместе с отливкой обновляются каждый цикл. Бывает полностью горячеканальная, когда вообще не существует литников и разгорячий расплав подается прямо в детали. Бывает комбинированная, гибридная, когда комбинируются холодные канальные системы и горячеканальные. У холодноканальных систем мы имеем желтым цветом видим литник, который является отходом. Это центральный литник, здесь центральный литник с разводящими пустыными литниками. Их нужно, во-первых, временно впрыск дополнительно относительно деталей, объем, дополнительный расход материала, и дополнительный затрат на отделение этих литников от изделия. Затем их надо где-то хранить, и площади хранения потом передробить, использовать как вторичку, либо как-то утилизацию. То есть дополнительные расходы. Кроме того, есть сложности с общей настройкой формы после установки ее на термокосавтомат. Если форма и материальный цилиндр узлов впрыск не соосны, то мы получаем эффект заклепки. Ось расплава, ось сопла материального цилиндра не совпадает с осью формы, получается маленькая шапочка. При открытии заливка происходит, но при открытии формы литниковая система не извлекается, остается в неподвижной части, и надо вручную решать эту проблему. Если неправильно выбрана радиус сферы в литниковой втулке по сравнению с радиусом сферы с оплаттером класса автомата, то у нас тот же получается эффект заклепки. И при раскрытии формы литник остается в неподвижной половинке. Надо будет вручную исправлять эту проблему. То есть радиус сферы литниковой втулки равен радиус сферы сопла термом класса автомата плюс 0,5,1 мм. Следующая проблема, когда диаметр на выходе из сопла термом класса автомата больше, чем диаметра на входе в литниковую втулку. В этом случае мы также получаем эффект заклепки, и при раскрытии формы литниковая система остается в неподвижной половинке. Соответственно, существует рекомендация, что диаметр отверстия на входе в литниковую втулку равен диаметру отверстия на выходе из сопла термом класса автомата плюс 0,5-1 мм. И только вот вариант D, когда все выполнено и ось, и соосно, соотношение радиуса сферы и диаметра на выходе из сопла термом класса автомата соответствует определенным нормам радиусу сферы в литниковую втулку и диаметра на ее входе, тогда мы получаем корректную работу системы. В связи с теми проблемами, которые мы рассмотрели, возникает большой интерес к горячоканальной литниковой системе литевых форм, которые снимают часть этих проблем или все проблемы, которые имеются в холодноканальной литниковой системе. Назначение горячоканальной литниковой системы литевых форм. Транспорт расплава от термопласт-автомата формующую полость литевой формы с минимальными потерями температуры и давления расплава. То есть расплав доходит прямо до формующей полости горячоканальной системы при той же температуре, что выходит из термопласт-автомата и фактически при том же давлении. То есть можно создать то же давление расплава, что и горячоканальная система на выходе из нее, что и на выходе из термопласт-автомата. И горячоканальная система литевых форм уменьшает расход материала на изделия. Таким образом, мы можем сказать, что горячоканальная система литевой формы является продолжением узла впрыска термопласт-автомата внутри формы. Эффект замены холодного канала на горячий канал мы видим на этих рисунках от А до Д. Полностью холодноканальная система, комбинированная система, когда заменен только центральный литник на горячоканальное сопло. Комбинированная система, когда часть холодных литников заменена на сопло, а небольшая часть остается как холодноканальный литник. И 100% на горячоканальная система. Какой дается эффект? Вот сравнительный анализ. Для 16-гнездной формы с расстоянием между разводящими литниками 80 мм и диаметрами разводящего литника 8 мм, подводящих литников 6 и 3 мм соответственно. Примерно при таких размерах, как пишут в данном учебнике, из всей отливки 25 см3 это литник. Если мы считаем, что время цикла 30 секунд и производство работает в 3 смены весь год по 22 дня в месяц, по 5 дней в неделю, то литников примерно за год набирается 17 тонн. Это когда полностью холодноканальная система. Их надо отделить от изделий в отливке, их надо где-то хранить, их надо дробить и куда-то использовать дробленки. Комбинированный вариант В. Когда мы имеем горячеканальную систему с 4 соплами, а от каждого сопла отходит 4 холодных литничка на 4 гнезда. В этом случае суммарный объем литников 5 см3 и за год это набегает 3,5 тонны. И наконец вариант С, где у нас 100% горячеканальная система и вообще нет литников. То есть мы зря тратим 0 кубика в год на литники. Итак, каковы преимущества горячеканальных систем? Ради чего мы их выбираем? Первое – это экономия материала. Мы в предыдущем слайде это рассмотрели. Это свобода выбора точки впрыска. Мы можем подвести горячеканальную систему туда, куда нам можно или нужно, а не туда, куда можно. Но есть технологическая возможность подвести холодный канал. Так называемый управляемый впрыск, аскадное литье, увеличение времени в выдержке под давлением и за счет этого снижение литьевой усадки, сокращение времени цикла и повышение производительности литьевой формы за счет того, что у нас нет литниковой системы. С одной стороны, не тратится время охлаждения на нее и время впрыска на заполнение литниковой системы. С другой стороны, мы можем отливать более тонкостенные детали, чем при холодноканальном литее. И уменьшение объема отходов полимерного материала за счет литниковой системы. Чтобы понять, каковы величины потери материала и времени на литниковую систему, достаточно рассмотреть вот такую модель центрального литника. 3,5 мм диаметра на входе, угол конусности 3 градуса при вершине и разная толщина. Высота от 36 мм до 156 мм. Толщина стенки изделия, в которую центральный литник приходит, мы тоже рассматриваем. 1,5,2,3 мм. Таким образом, вот такой центральный литник имеет объемы для высоты 36 мм 0,57 мм кубических, для высоты 76 мм 1,88 мм, а для высоты 156 мм уже 7,73 мм кубических. В материалах, если мы рассмотрим полипропилен, АБС и поликарбонат, а это плотность 0,92,1,0,5 и 1,0,18, мы получим колебания от 0,5 грамма до 9,5 грамм на центральный литник. Это одна экономия, теперь экономия за счет времени охлаждения. За время охлаждения отвечает зона в районе, где центральный литник соединяется со стенкой изделия. Если туда прописать сферу, диаметр которой будет в зависимости от толщины стенки изделия, например, для высоты центрального литника 76 мм, будет от 7,34 до 7,44 мм при изменении толщины стенки изделия от 1 до 3 мм. Таким образом, будет по-разному охлаждаться отливка в зоне самой детали и в зоне, где центральный литник входит в изделие. То есть сами изделия в зависимости от материала и от толщины будут охлаждаться от 1,7 мс до 20, даже до 26. А литник должен в этой зоне, где он входит в деталь, центральный литник от 80 до 120, 40 секунд в зависимости от типа материала. В противном случае при извлечении, если мы будем время сокращать на охлаждение, мы можем либо оторвать литник, литниковость втулки, если мы совсем сократим время, близко к времени охлаждение самого изделия. Либо литник не оторвется, но он сдеформирует изделие в зоне контакта, потому что здесь будет еще очень горячий расплав. Либо внутри будет много микрополостей, то есть материал, остывая, будет сам себя охлаждать, разрывать. Таким образом, замена центрального литника на горячий канал приведет как к сокращению расхода материала на изделие, так и сокращению времени цикла на изделие, так и к получению внешнего вида, потому что литник надо еще будет отрезать и место отреза заполировать. В горячий канальной системе эта операция уходит. Мало того, за счет горячий канальной системы, как мы говорили, мы можем реализовать разные варианты подвода расплава, те точки, которые нам нужны. Ну, вот пример. Центральный литник мы проливаем кронштейн для холодильника под хранение яиц, и здесь нет литника совсем. Данный второй вариант – это накладка кожух в кресло, и мы за счет горячий канальной системы подводим литник в корец снизу, там, где можно в изделии. При этом ось формы и ось детали совпадают, то есть с минимальным габаритом формы и с минимальным литничком. То есть если бы можно было бы, если бы нам разрешили по какой-то причине, что это не видовая поверхность, и так же, как в крышке, мы бы могли лить прямо в детали. И, наконец, третий вариант – лить ее прямо в изделие, в соплами с запорами, клапанами, в точке фокуса. Тоже нет литников и нет следов от точки впрысток, ощутимых следов. Какова структура горячеканальных систем? Если горячеканальная система заменяет только центральный литник для одногнездных форм, то эта система состоит из центрального обогреваемого сопла, электрического разъема для подключения проводов, нагревателей и термопар, и терморегулятора прибора, который управляет работой нагревательных элементов в этом сопле. Если у нас развитая литниковая система, либо крупная деталь, либо многогнездная форма, то горячеканальная система тоже более сложная. Она состоит из обогреваемого коллектора, с литниковой втулкой, обогреваемой, как правило, с распорной шайбой и с соплами, в зависимости от точки впрыска, и электрический разъем, и терморегулятор. А также, так как мы разогреваем до высокой температуры большую массу материала, необходимы теплоизоляционные плиты крепления, чтобы тепло не уходило на плиты крепления в литьевую форму, чтобы тепло не уходило в плиты термоплаза автомата. Вот литниковая втулка сопла, которая крепится на коллекторе. Литниковая втулка либо крепится по резьбе, либо прикручивается винтами, и имеет свой нагреватель. Если литниковая втулка небольшая по высоте до 40 мм, и мы льем материал полипропилен, полистирол или полиэтилен, то нагреватель иметь на этой втулке не обязательно. Если высота литниковой втулки чисто конструктивно больше 40 мм, или мы льем другие полимерные материалы в этой горячекаменной системе, то обязательно необходимо здесь применять нагреватель, бандажный нагреватель, который одевается на литниковую втулку. Дальше. Коллектор – это в котором находятся разводящие литники, который подводит расплав к соплам в нужное место. В нем есть свои нагреватели. И очень важная тема – поворот. То есть переход из одной плоскости расплава в другую. Так называемые повороты. Их могут выполнять разными способами. То есть варианты первой и второй устаревшие, где существует расточка каналами, и пробки, отглушающие ту часть канала, которая не участвует в процессе. Передать в процессе подвода расплава от точки впрыска стрэмплосавтомата к соплам. Наиболее правильный на сегодняшний день и распространенный вариант специальных вставок, в которых выполнены каналы подрасплав с поворотом в монолите. Маганец – распорная втулка, которая уплотняет соединение сопло-коллектор плита и в то же время дает минимум тепловых потерь в плиту крепления. Делают эти распорные втулки либо из титана, либо из нержавеющей стали для минимизации, из-за того, что у них большая прочность и маленькая теплопроводность. Поэтому потери тепла от коллектора плита укрепления минимизируются. Сопло устанавливается в форму в очень точную расточку. И эти размеры, которые существуют в каталоге, всегда надо соблюдать. Но если есть возможность, то рекомендуется устанавливать через переходную втулку, в которой все размеры уже соблюдены. А размеры для установки сопла, а размеры под установку втулки намного проще выполнить. Еще втулки бывают без охлаждения и с охлаждением. Мы видим как раз втулку с охлаждением. Здесь показаны каналы, куда подводится охлаждающая жидкость, уплотнение выше канала и ниже канала. Типы сопла для горячоканальных систем прямоточные. Сейчас мы их рассмотрим чуть дальше. Прямоточные сопла обеспечивают так называемый технический вкус. Сопла с рассекателем или торпедой обеспечивают так называемый косметический вкус. И сопла с боковым впуском и сопла с запорной иглой или с поглажением. Прямоточные сопла наиболее простые, наиболее дешевые варианты сопла, наиболее простые в установке и в работе. Они и оставляют на отливке маленький литничок. Примерно высотой 1,5-2,5 в зависимости от диаметра сопла. И диаметр в районе до... Какой диаметр на выходе из сопла в зависимости от его типа размера. Если мы не можем по какой-то причине сопло подвести непосредственно в изделие, или нам просто не хватает длины сопла, и длины сопла дискретны, поэтому если мы не вписываемся в этот дискретный диапазон, то сопло бывает чуть короче. Когда есть сопло с некой такой сменной втулкой, в которой недостающий размер компенсируется маленьким центральным литничком. Сопло с рассекателем или с острым носиком, или торпедой называется, устанавливается заподлицо, с поверхностью формообразующей детали, в котором оно находится, и обеспечивает минимальный зоокосметический секрет на отливке в зоне контакта. Ну, наконец, сопло с боковым подводом расплава, он тоже дает минимальный след, и очень интересно их применение, хотя намного сложнее. И, наконец, сопло с запорной иглой, или с выглаживанием, которое на изделии оставляют, в этом изделии оставляют след в виде кружочка, как оттолкателя, и в то же время оно может быть намного большего диаметра. Особенно это важно для тонкостенных изделий, чтобы изделие легче проливалось, а после сопло закрывается, и подтекание расплава исключено. Однако наряду с плюсами горячеканальной системы вносит с собой и проблемы, которые мы должны знать, предполагать и чувствовать, как с ними бороться. Первая проблема, что горячеканальная система, как надстройка над формой, повышает стоимость летевой формы. Второе, что горячеканальная система увеличивает вероятность термодеструкции расплава. Третье, что мы должны учитывать в работе горячеканальных систем так называемый коэффициент теплового расширения. Он влияет на надежность работы горячеканальной системы в целом и не учет этого показателя может приводить к тяжелым последствиям в жизни этих горячеканальных систем. Обязательно необходимо термостатирование литьевой формы. Если для холодноканальных систем термостатирование являлось желательным, хотя это отсутствие термостатирования было реально нарушение технологической культуры в цехе, то для горячеканальных систем отсутствие термостатирования формы просто смертельно. Проблема смена цвета или материала и следующая сложная проблема это повышение квалификации персонала как в КБ, так и в инструментальном производстве, так и в литьевом для обслуживания горячеканальных систем. Экономика применения горячеканальных систем. Мы знаем из предыдущих лет, что стоимость изготовления изделий литьем под давлением состоит из трех составляющих стоимости материала в изделии, стоимости литья и амортизации формы. Стоимость материала – это масса материала, идущая на одно изделие, умноженная на его цену. Масса материала на изделие, оно связано не только с материалом, но и с потерями. Это литники в первую очередь. Соответственно, если масса материалов на литник равно нулю, если масса материалов, то стоимость материала на новое изделие падает. Стоимость литья – это стоимость работы трампа с автомата, деленная на гнездность и умноженная на время цикла. Так как самая длительная стадия в цикле литья – это время охлаждения, например, составляет 70% цикла литья, а время охлаждения – это очень укрупненно, это удвоенный квадрат толщины изделия, то, как правило, самая толстостенная часть в отливке – это литник. Уход от литника уменьшает время охлаждения и, соответственно, время цикла. То есть, таким образом, переход с холодноканальной литниковой системы на горячеканальную уменьшает расход материала на изделие, стоимость литья на изделие, но увеличивает амортизацию формы, потому что амортизация формы составляет стоимость формообразующих, умноженную на гнездность, плюс стоимость горячего канала, плюс стоимость стандартных деталей. И все это делено на количество деталей, выпускаемых в год или в месяц, и на количество месяцев или лет, за которые эта горячеканальная система должна быть окуплена. Отсюда окупаемость горячеканальной системы. Она определяется количеством циклов, минимальным количеством циклов, за которые можно окупить затрат на горячеканальную систему. Это стоимость горячеканальной системы, деленная на сэкономленную массу, деленная в знаменательность, сэкономленная масса материала, умноженная на его цену, Плюс сэкономленное время охлаждения умножено на стоимость работы термоплосавтома. Например, стоимость горячеканальной системы, сопло, электрический разъем и терморегулятор – 3100 евро. Экономия массы на изделие с учетом перехода на горячий канал составит 1,6 грамм. Стоимость материала – это тип хорошего байеровского ЭБС – это 2,2 евро килограмма. Итого экономия материала будет оцениваться в 0,35 евро за одну деталь, за цикл. Стоимость работы материала, например, 0,2 евро в минуту. Экономия времени между холодноканальной и горячей канальной системой – примерно 30 секунд. Тогда количество материала, за которое окупаются все затраты на термоплосавтомат, получится 76,828 циклов. Если время от цикла 20 секунд станет, то окупаемость сопла произойдет за 3 месяца при работе в одну смену. Отсюда следующий вывод. Если у нас программа производства меньше 76 тысяч изделий в год и работаем мы в одну смену, то нет смысла ставить горячий канал, он не окупится. Но есть только по каким-то внешним, чисто дизайнерским требованиям. Если же у нас больше 77 тысяч циклов в год, 77 тысяч деталей в год, примерно 200 тысяч, миллион, 5 миллионов, горячей канальной системы себя окупает полностью и упрощает и работу, и работу технолога, работу оператора литьевой машины. И, соответственно, снижается себестоимость литья. Есть еще один способ оценки количества изделий, которые окупают приход на горячий канал. Это называется анализ безубыточности. Когда все затраты на горячо канальную форму, которая дороже, минус затраты на холодно-канальную. В числителе, в знаменателе стоимость материала и работы при литье, литья при холодно-канальной литниковой системе и стоимость материала и литья для горячо канальной литниковой системы. И в этом случае мы получим то количество изделий, после которых выгоднее горячих каналов, а меньше, если их меньше, чем это расчетно, выгоднее холодных каналов. Следующая проблема – термодеструкция расплава. Для всех полимерных материалов существует некая таблица или некоторый набор данных, по которым есть понятие минимальное время пребывания расплава в материальном цилиндре литьевой машины и максимальное время пребывания. Если время пребывания превышает максимально безопасное время, то есть то, что показано зеленым цветом, то происходит термодеструкция расплава в материальном цилиндре термоплосавтомата. И мы получаем брак уже сразу. Иногда он не виден, но физико-механика изделия резко падает, а зачастую он виден сразу. Для прозрачных деталей это пожелтение, потом коричневые разводы, потом коричневые точки, потом черные точки – это все перегоревший материал. Минимальное время, если мы его не выдержим, то мы имеем склонность к получению непроплава, то есть в отливке остатки полимерного зерна, либо непрокраса, то есть неравномерно. Если мы в исходно-полимерный материал прямо в цехе добавляем краситель, то он в каких-то местах будет более концентрирован, в каких-то местах. Сначала у нас идет недостаточный нагрев, затем у нас нормальная температура, при которой мы работаем, затем при повышении температуры происходит деструкция. И время пребывания расплава в состоянии, при той температуре, при которой мы льем отливки, для каждого типа материала, оно конечное и определенное. Как правило, оно работает где-то примерно 10-12 минут, но никогда не превышает 20 минут. Подбирая узел впрыска, подбирайте по размеру тормоза автомата и конкретно узел впрыска, мы должны оценивать, как он будет соотноситься с нашей формой и с нашим материалом. Узел впрыска подбирается по объему расплава в отливке и ход шнека тормоза автомата при впрыске должен выражаться в диаметрах этого шнека. Тот объем расплава, который находится в материальном цилиндре термоплосавтомата, должен успеть обновиться полностью за время, которое безопасно для теплового воздействия на сам материал. В противном случае произойдет его деструкция. Поэтому существует вариант на исполнение тормоза автомата для одного узла запирания. Предлагается, как правило, три узла впрыска, которые, как правило, комплектуются тремя шнеками, тремя материальными цилиндрами. Итого получается на один узел запирания девять вариантов узла впрыска. Для данного термоплосавтомата с усилием запирания 350 тонн узлы впрыска имеют шнеки с диаметром от 45 мм до 80 мм и объем впрыска от 382 см3 до 1608. Но в горячеканальной системе расплав находится все время при температуре литья. Поэтому у нас повышается еще тепловая нагрузка на расплав. И мы обязаны к тому объему материала, который находится в термоплосавтомате, приплесовывать еще объем материала, который находится в горячеканальной системе. Поэтому для предотвращения термодеструкции расплава как в термоплосавтомате, так и в горячеканальной системе существуют некие правила, которые мы обязаны выполнять. Это первое. Температура расплава в горячеканальной системе должна быть равна температура расплава на выходе из термоплосавтомата. Если в горячеканальной системе температура будет выше, мы увеличим тепловую нагрузку и склонность материала к термодеструкции увеличивается. Поэтому разница между показаниями температуры на терморегуляторе по зонам и температурой на выходе из термоплосавтомата должна исчисляться 3,5 градусов, а не 20,30. Объем расплава в горячеканальной системе плюс в материальном цилиндре термоплосавтомата делено на объем отливки. То есть количество отливок, за которым происходит полное обновление расплава, умноженное на время цикла, должно быть меньше, время максимальное пребывание расплава при температуре литья, чтобы не было термодеструкции. Существуют две проблемы, которые нужно решить, как с ними бороться. Это остановка в работе литьевой формы и запуск литьевой формы после остановки. Если мы форму остановили в работе, возникает вопрос, что делать. Выключать нагрев в горячеканальной системе или же оставлять как есть, или переводить в так называемый дежурный режим. Если мы будем выключать, чтобы материал в горячеканальной системе не перегрелся, то потом начинается длительный мучительный выход на рабочий режим, и мы на этом выходе перегреваем материал. Если не выключать, то материал автоматически перегреется в горячеканальной системе. И если из материального цилиндра трампа с автомата мы можем весь материал выгнать на пол, то в горячеканальной системе в открытую форму лить нельзя, иначе давлением расплава оторвет форму трампа с автомата, и она будет выгнена из строя. Поэтому надо переходить на так называемую дежурную температуру, та температура, при которой расплав может находиться очень долго или неопределенно долго. Так, например, поликарбонаты, которые имеют температуру расплава при литье от 280 до 320 градусов, как правило, рекомендуется для них дежурная температура в 150 градусов. При этом расплав не происходит и в термодеструкции, он быстро нагревается до рабочей температуры, и не происходит никаких загрязнений и набора влаги, как при остывании набора влаги из воздуха. Для таких операций, вот, например, у прибора фирмы ThermalPlay, у них есть дежурная кнопка, называется setpoint, нажали на нее, и все зоны нагрева переходят на дежурную температуру. Закончилось время простое, нажали на кнопку, и все зоны нагрева возвращаются на рабочую температуру. Когда мы начинаем запускать горячоканальную систему после остановки, то если мы оставим рабочую температуру, то последние 10-15 градусов форму будет набирать очень долго, и не факт, что прогреются застывшие элементы материала на выходе из сопла. Поэтому рекомендуется увеличить сразу температуру горячоканальной системы градусов на 20-30 выше той, при которой она льется. Для этого есть кнопка all или one, на нее нажали, и рукояткой двигаем по часовой стрелке для повышения температуры и против, для понижения. И все зоны нагрева повышаем заданную температуру на 20-30 градусов. После того, как зону нагрелись, литье началось из сопла, скорее всего, будет при этом сочиться материал. Мы на кнопку нажали, и рукояткой опустили температуру во всех зонах на те же 20-30 градусов, до тех пор, пока расплав не перестал сочиться из сопла и горячоканальных сопел, но при этом процесс литья не стопорился. Когда мы форму собираем в цехе, то форма находится в инструментальном производстве, в холодном состоянии. Коллектора горячоканальной системы имеют каналы, и имеются каналы самих соплов. При нагреве коллектор нагревается до температуры литья, до температуры горячоканальной системы. А сопла тоже, но сопла установлены в плиты, например, в плиту матрицы, и она греется до температуры формы. Например, если мы работаем с поликарбонатом, то в горячоканальной системе температура должна быть где-то в районе 300 градусов, а форма должна быть нагрета в районе 100 градусов. Значит, тепловое удлинение этой плиты, которая находится в сопле и коллектора, разное. И наша боевая задача, чтобы они были соосные, и эти диаметры совпали. Так как много в свое время этому длительному производству мало уделялось внимание, то потом при изучении проблем было установлено, если ось отверстия под расплав коллектора не совпадает с осью отверстия под расплав сопле, у нас получается мертвая зона, в которых расплав застаивается, находится дольше, чем необходимо, чтобы не происходила деструкция, он постепенно окисляется и превращается в уголь. То есть, а потом эти черные точки отсюда, свежая порция расплава подтягивается в отливку. Мы получаем деструкцию прямо на границе сопло-коллектор. И в то же время у нас сокращается площадь сечения, ухудшается процесс заполнения. В то же время за счет теплового расширения происходит уплотнение торца сопло-коллектора при помощи распорного кольца. Для этого необходимо просчитать размер бруса, внутри которого находится горячеканальная система, то есть коллектор с ледниковой втулкой распорным кольцом и сопло. Все это считается с учетом перепада температуры коэффициент теплового расширения минус 0,05, который обеспечивает натяг, чтобы расплав не подтекал. Если же эта система довольно сложная и учесть тепловые расширения тяжело, то существуют так называемые сопла с резьбовым креплением, которые вкручиваются в коллектор. При этом коллектор разрезной. То есть сопло всегда находится точно там, где надо, а тепловое расширение компенсируется за счет перемещения разрезанных частей коллектора. Особенности монтажа горячеканальных систем при подсоединении к термоклассу автомата диаметр втулки сопла термокласса автомата, как правило, надо расточить до диаметра на входе в горячеканальную систему. Потому что из-за того, что расплав горячеканальной системы всегда находится в нагретом состоянии, эти диаметры делаются как можно больше, чтобы уменьшить потери давления. И чтобы правильно эксплуатировать систему сопла термокласса автомата, необходимо увеличивать этот диаметр на выходе из него. Очень важна тщательная и правильная установка наконечника сопла для косметического впрыска. При выходе на рабочий режим сопло должно быть заподлицо и не выступать наружу над поверхностью впускного канала. Если оно удлиняется больше, то есть его неправильно установили, то зазор между наконечником сопла и впускным литником становится меньше, и расплав не хочет протекать. То есть мы получим недолив. Первое, что делает неопытный наладчик, он увеличивает температуру расплава, исходя из логики, что расплав где-то подстынет. При этом сопло увеличивается еще больше и зазор становится еще меньше, еще сложнее пролить. Сами сопла устанавливаются в расточки, выполненные с очень точными показателями допусков в сотке. Поэтому их надо, чтобы правильно выставить сопло, нужно выполнять и проверять выполненные размеры с точностью. Если сопло будет слишком занижено, то мы не получим литье, потому что здесь уменьшится зазор, и расплав не будет продавливаться, и торцевая часть сопла сядет на металл впускного канала и отдаст тепло, и здесь материал перестынет. Если мы слишком недовыставим до нужного размера сопло, здесь увеличивается зазор, и его нагреватели сопла не прогреют, и тогда после впрыска материал будет переставать, мы не сможем лить дальше. Если только мы не работаем в непрерывном режиме, с исчисляемым нескольких секунд. Итак, вывод. Особенности эксплуатации горячеканальных систем по материалам. Применяя материал, мы должны получить следующие данные – температуру расплава на материал и дежурную температуру, при которой может находиться горячее сколько угодно время. И необходимо знать время пребывания расплава в термоплазавтомате при температуре литья, используя понятие объем впрыска термоплазавтомата и объем расплава в горячеканальной системе. Для литьевых форм и термоплазавтомата следующее правило. Температура нагревателей в горячеканальной системе должна быть равна температуре расплава, на выходе расплава из термоплазавтомата, и с перепадом не больше, чем 3-5 градусов. Время пребывания расплава в термоплазавтомате и в горячеканальной системе не должно превышать максимального табличного значения. Перепад температуры между температурой расплава и температурой литьевой формы должен быть постоянным. Соответственно, литьевая форма с горячеканальной ледниковой системой должна быть термостатирована. Диаметр на входе в горячеканальную систему, диаметр на выходе из термоплазавтомата, соответственно, ледников, и сапплазавтомата расточить, чтобы они были равны. Необходимо произвести расчет окупаемости горячеканальной системы и понять, что она экономически выгодна. И, наконец, очень важно, выбор типоразмера элементов горячеканальной системы производится по отливаемому изделию, а не по остаточному принципу. Сколько осталось места, давайте туда воткнем какую-нибудь сопло. Плита крепления неподвижной, куда упираются распорные шайбы коллекторов, должна подвергаться термообработке, закаляться, чтобы иметь повышенную твердость, чтобы распорные шайбы не продавили ее. В противном случае изменяется зазор, он увеличивается, и расплав зальет всю горячеканальную систему. Так как эта плита будет подвергаться термообработке, то сталь 45, которая обычно используется для опорной плиты, должна быть заменена на сталь 45. И, соответственно, чтобы тепло от горячеканальной системы не уходило в плиту термоплаз-автомата, а создать равномерное тепловое поле, плиты крепления необходимо прокладывать теплоизоляционной плитой типа стеклотекстолит толщиной 6-8 мм. Отсюда формулируем принципы конструирования горячеканальных систем. Летниковая втулка должна быть с обогревом или без, в зависимости от типа полимерного материала, который мы перерабатываем. Сопло устанавливаем с переходной охлаждаемой втулкой или без, в зависимости от наших возможностей точно расточить отверстие. Распорная шайба, устанавливая в коллекторе, она связана с потерями тепла, и поэтому должна быть либо из титана, либо из нержавейки. Коллектора должны иметь специальную конструкцию канавов, по которым течет расплав, и создавать нагреватели, которые обеспечивают балансировку теплового поля, чтобы тепловые поля в зоне расплава в каждом сопле были одинаковыми. Обращаю внимание на, как организован поворот расплава в коллекторе, чтобы там не было мертвых зон. Необходимо комплектовать литьевые формы теплоизоляционными плитами и соблюдать тепловые зазоры. И все литьевые формы должны быть термостатированы. Все, спасибо за внимание. Сегодня лекция закончена. Владимир Григорьевич, спасибо Вам большое. Вы снова поделились действительно важными практическими знаниями. Поэтому большое Вам спасибо. Я надеюсь, что это еще не последняя лекция, что Вы обязательно с нами поделитесь еще знаниями. Я также напоминаю, что предыдущие все лекции Вы можете посмотреть по ссылкам в описании, а также в плейлисте пресс-форумы. Кроме того, должны появиться где-то напоминалки именно на самом видео. Если Вы заинтересованы в изучении индустрии пластмасс, в изучении тематики Роспласта, мы переехали на новый канал. Он также есть по ссылке в описании. И мы будем очень рады, если Вы также подпишетесь и будете за нами следить. На том канале, в общем-то, мы точно так же приглашаем спикеров из различных индустрий, спикеров, представителей заводов, представителей производства материалов, представителей производства оборудования. И они рассказывают о своем опыте, также отвечают на вопросы касательно текущей ситуации и прочего. Поэтому ждем Вас. Пожалуйста, подписывайтесь. Ну а я прощаюсь с Вами. Как всегда, увидимся на Росмолд.